Операцию по поиску пропавших на воде чистопольцев продолжается. Напомним, что поисковые работы были приостановлены 13 мая в связи с ухудшением погодных условий. В начале этой недели все было возобновлено. МЧС, республики и местное руководство выделили все ресурсы на проведение операции – людские, материальные и технические. О ходе поисковых работ сегодня рассказал председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, руководитель сполкома района Владимир Пещеров на внеочередном заседании КЧС района. Работы мы проводим, исходя из тех данных, которые у нас имеются. В основном это сослов пострадавшей, которая выжила. Она примерно указала нам место, где они затонули. И исходя из биллинга, который был зафиксирован службами МВД, исходя из того, откуда были звонки телефонные, в этих местах проводились работы. Ну и надо сказать, что было сильное течение, порядка 8-10 километров, ориентировочная скорость течения. Поэтому предполагаемые места поисков были расширены для того, чтобы иметь полную возможность найти пропавших. На сегодняшний день считается пропавшими 4 человека. Из них одна несовершеннолетняя. Пока поиски безуспешные. Вчера у нас, 18 мая, происходил облет. Благодаря помощи и поддержке министра внутренних дел Кахорина Артемовича, который выделил личный вертолет полицейский. Мы облетели площадь акватории более 120 квадратных километров. Обследовали три района, начиная с территории Красного Яра, Честопольского муниципального района, всю береговую зону Честопольского района, Рыжнослободского района, Алисейского района. Все возможные заводи, кусты, все, что возможно, было обследование. Сегодня в поисках участвует уже водолазная группа, 5 человек, которые обследуют предполагаемую территорию крушения. Почему я говорю о крушении? Потому что со слов выжившего человека было сказано о том, что лодка, на которой 5 человек передвигались 9 мая, у нее закончился бензин, и в момент, когда пытались долить бензин в двигатель, лодка сполкнулась с какими-то препятствиями. В результате то препятствие она стала тонуть, 100% подтверждать, что люди погибли, не можем до тех пор, пока мы их не найдем. Если же вдруг оправдаются наши худшие опасения, то погребение всех этих людей мы возьмем на себя абсолютно бесплатно.